Всем привет! Сегодня будем начинять свиной желудок. Вот такой он у меня небольшой, весь чистенький, хорошенький, промыла все хорошенько. Начинять буду ливером, значит у меня здесь в большой миске легкая, печень, селезенка, сердце. Все сейчас прокручу через мясорубку и сделаем вкусный фарш. Весь ливер прокручен, получилось в принципе у меня достаточно много, но я думаю в желудочек влезет. Итак, значит теперь нужно его сделать вкусным. Добавим итальянские травы. Так, хорошую щепоточку, даже можно еще немножко. И добавлю чесночный перец. Очень люблю вот такой чесночный перец, не знаю, раньше как-то внимания на него не обращала, но попробовала, очень понравился. Это не реклама, это так, просто чисто мое мнение. Добавлю чайную ложечку. Осталось все хорошенько перемешать и пусть он немножко настоится. Все перемешала, забыла посолить. Солю немного, пару щепоток. В общем, все хорошо перемешиваем и оставляем на полчасика. Фарш настоялся и теперь можно начинять желудок. Так, с одной стороны я завязала ниткой. Здесь у меня такой разрез. Буду вставлять вот такую штукенцию, которую мы ставим на баночки, чтобы нам было удобнее накладывать домашние заготовки. Так, и буду наполнять. Думаю, снимать это не стоит. А после того, как наполним, будем зашивать. Так, желудок начинен. Получается, значит, у нас такой какой-то пистолет. Здесь у меня вот небольшой шовчик. Делаю потайными стежками. Все красиво, все хорошо. Теперь нужно положить его в кастрюлю с водой. Также добавлю черный перчик корушком, лаврушечку, слегка подсолю. И будем варить два часа. Желудок закипел, уже вздулся. И теперь нужно иголочкой сделать несколько дырочек, чтобы вышел воздух. Иначе он у нас просто лопнет. Сейчас буду переворачивать и тыкать дальше. Ну что, доброе утро, друзья мои. Вчера вечером сварился желудок. Достала его, положила в дуршлаг. Значит, накрыла пакетиком, чтобы он не заветрился, чтобы не было сухой корочки. И сейчас все это дело откроем, нарежем. И посмотрим, что у нас получилось. Вот что у нас получилось. Посмотрите, какая красота. У нас получается начиночка достаточно сочная, но и в то же время плотная. Очень вкусненько. Маленький кусочек уже отрезала, попробовала. Без этого никак нельзя. В принципе, все получилось идеально, как я и хотела. И надеюсь, мой рецепт вам понравился. Если понравилось, ставим пальчики вверх. Подписываемся на канал. Всем пока-пока.